Привет. Добрый день! Извините. Ты откуда? Извините. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Бывали, наверное, в Карпийске. Что? Я говорю, были, наверное, когда-то в Санкт-Петербург. Ну, был когда-то. Как и практически все. Ну, хмурый город. Ну по сравнению с Израилем конечно. Ну сейчас вот последний рейс по Украине. Я не знаю. Что в последний рейс? Я не знаю. По Украине не знаю. Что это звук пропадает. Пропадает звук? Не знаю. Я себя от вас по два раза втюг. Странно. Ну я без наушников можно. Я не знаю. О чем тут общаетесь сегодня? Что? Сегодня о чем общаетесь? Сегодня о чем общаетесь? Да так еще не начал. Вот говорил про жизнь с Мурманском. С Мурманском? Удивляюсь кто там живут. Там еще хуже чем в Петербурге. Почему хуже? Почему хуже? Ну и еще холоднее. У нас не значит что хуже. У нас не значит что хуже. когда лето неделя в году кому-то нравится ну как есть же эскимосы едят в африку не едут ну смотри с одной стороны ты прав другой стороны мне это представить трудно в моем понимании она не для человека белый человек под воздействием отсутствия понимаете и на север со временем не знаю кто куда шел ну это логично правда мало солнца нужно было и более логика логика неуместна почему так получилось откуда я знаю в этом плане ну а кроме того что холодно или у вас свой вопрос интересно в мурманске как я понял путина ваше просто народ ненавидит что у лопатом людей живет в морге не не я сейчас не оцениваю просто спрашиваю по моему ваше первое утверждение ну то что опять же я не могу у каждого в мозгу покопаться ну то что говорят говорят вручат рулетки странно как можно как можно да как можно к нему иначе относиться неужели скажите что вы за путина не поверю не поверите тогда я запрещу не видимо вы ошибаетесь я не вменяем и очень занудный не удивительно наверное вы русские наверное да а вы не русские я надеюсь нет конечно ну и хорошо я тоже так считаю у русских лишняя хромосома да у вас значит одной не хватает а у вас значит одной не хватает нет нет у нормальных людей хватает нормально а вы как себя а как вы свою нормальность определили нет то что русские ненормальные это очевидно весь мир так считает весь мир прямо весь мир прямо весь мир конечно а вы за китай тоже можете сказать смотрите за китай можете сказать и за индию тоже конечно то есть и китай и за индию половина населения мира не не они тоже тоже а можно можно вопрос а кто вас уполномачивал говорить за эти две страны за людей за людей за людей кто вам право дал не надо кто вам дал право говорить за этих людей почему я себе я ни у кого не спрашиваю вы говорите за себя не надо за весь мир не надо за Китай не надо за Индию я же говорю это вы холопы ой ладно говорите только то что вам говорят значит нормальные люди вменяемые говорят за себя и рассказывают свое мнение правильно а вот люди которые считают себя выше других у которых проблемы по расовому приему и вам как еврею должно быть это известно вот это как раз ненормальные люди которые считают себя лучше других правда мы уже проходили это во время второй мировой войны были такие товарищи которые считали себя лучше других которые считали себя у вас я считаю ущербнее других вот значит вы как раз за нацистов все в порядке за нацистов вам не место по крайней мере в Израиле почему откуда такая логика откуда такая логика я вам только что объяснил я вам только что объяснил смотрите что нацисты что советские это они не многим отличаются советский союз такая же мразь была то ваши субъективное мнение С ним не согласны многие другие люди. Это понятно, что вы не знаете. Вы не в курсе дела, кто развязал Вторую мировую войну? Да, конечно в курсе. Гитлеровская Германия. А в каком году? В ночь с 11 мая 1938 года. Вы истории не знаете. А это вы не знаете. А что произошло в этой ночь? Что произошло в ночь? С 11 мая 1938 года. Что произошло? Надо, надо. Что произошло? Это Вторая мировая война. Это Вторая мировая война. Ну почитайте учебник. Я смотрю, вы хоть и русский язык знаете, но не русский, не еврейский. Подождите, у вас головы нет. А у вас есть? У вас есть? Да. Что произошло в ночь с 11 мая 1938 года? Еще раз. Что бы ни произошло. Просто наберите Вторая мировая война. Я уже набрал. Почитал специально таких, как вы. Теперь у вас прошло. Что произошло в ночь с 11 мая 1938 года? Еще раз. Мы говорим про Вторую мировую войну. Смотрите, я отвечу на ваш вопрос. Тогда вы ответите на мой. Не раньше. Извините. Понятия не имею. Я сейчас об этом говорить не буду. А что произошло 1 марта 1586 года? Не интересно. Я вам ответил на ваш вопрос. Как только вы ответите на мой, я отвечу на мой. Еще раз. Мы говорим про Вторую мировую войну. Я тоже про нее. Я про нее. Я про нее. Это день начала по сути дела Второй мировой войны. Я в ночь. История Израиля, вы тоже не курсите. Потому что у вас в голове не история, а антисоветизм. И какой бы Советский Союз не был плохим, это лично вам, нет, это ненормально. Лично вам никакое право не дает оскорблять Советским Союзом людей, современную Россию и других людей. А вы любите Советский Союз? Я его не должен любить. Это была страна, в которой жили люди. Ну, вы говорите, что у меня антисоветизм. Если у меня антисоветизм, то у вас антиантисоветизм. Нет, я просто... Я не вставлю себя в зависимость от того, какой политический строй и в какой стране. Понимаете? В какой стране? Понимаете? Нет, не понимаю. Заметно. Еще раз. Можно быть антисоветчиком или советчиком? Нет, а можно еще быть не тем и не другим. А можно еще быть не тем и не другим. Но отношения у вас есть какое-то все-таки? Есть. Я вам спрашиваю. У меня есть отношения. У меня есть отношения. Сложные, очень сложные отношения к Советскому Союзу. То есть что-то хорошее у него есть? В нем было и хорошее. У вас что-то там... Да, в нем были хорошие моменты. Что там может быть? Да, в нем были хорошие моменты. Ну, например... Благодаря Советскому Союзу, напряжению всех сил, сразу после Второй мировой войны, в то время как фашистской Германии помогали, ну, уже тогда не фашистской, но Германии, и многие страны Европы, и в США в том числе, Советский Союз был обложен рестрикциями. Да, на него были всякие там, типа, как сейчас говорят, санкции наложены. Да, при этом Советский Союз восстанавливался семимильными шагами. Советский Союз, например, смог отправить в космос сначала спутника, потом первого человека. Вперед США, вперед Европу. А, и еще, и еще, и еще самое главное, что было хорошее в Советском Союзе, за что вы лично должны сказать Советскому Союзу спасибо, и главное, товарищу Сталину. Он был инициатором создания Государства Израиля. Инициатором создания Государства Израиля. Ой, перестаньте эти сказки. А что, не был, да? Не был? Советской пропаганды. Вот смотрите, я же вам помню, пару минут назад сказал, что вы не знаете истории Советского Союза, не знает он истории. Не знает он истории. О, здорово. Современной России.